Приветствую, друзья! Русалки, сатиры, кентавры, сирены и гарпии, минотавр. Легенды об этих удивительных существах встречаются на протяжении всей истории у народов всего мира. Что это? Причуды древних людей? Или шутки эволюции? А может быть это результат неудачного генетического эксперимента неких высших сил в прошлом? Именно об этом сегодняшнее видео. На половине пути из Европы в Африку, в центре Средиземного моря, расположились три небольших островка Мальта, Гоццо и Камино, мальтийский архипелаг. Скромный по размерам, всего 27 на 14,5 километров, но прекрасный и завораживающий. Здесь есть всё, что может потребоваться даже присыщенному путешественнику. Викторианская архитектура и величественные замки. Для любителей старины шикарные набережные и ласковое море для знающих толк в отдыхе и, конечно же, тайны. Одно из самых загадочных мест на острове, да и, пожалуй, в мире, пещера Ар-Далам, кладбище мутантов. Здесь было обнаружено огромное количество костей животных с явными признаками генетических мутаций. Самых разных травоядных и хищников, птиц и млекопитающих, гигантов и карликов, лебедь размером со страуса, мышь величиной с кошку, олень, не уступающий жирафу, медведь как собака, бегемот-стеленка. Список можно продолжать ещё долго и всё это кости взрослых животных. Что это и откуда? Официальная наука молчит и старательно игнорирует все вопросы. Ведь кроме генетических экспериментов, а значит лаборатории и знаний, скорее всего, значительно превосходящих наше ничего на ум не приходит. Вспомним, насколько причудлив был мир динозавров и мегафауны палеогена и неогена. Сколько специфичных и фантастических форм было создано в процессе эволюционных катаклизмов? Вопрос остаётся открытым, тем более, что и снежный человек, и русалки, и даже кентавры с сатирами достаточно подробно описаны в том числе и современными очевидцами. Меньше, конечно, известно о кентаврах и сатирах. Вот их-то никто, кроме древних греков, кажется, так и не видел. Во всех легендах, фольклоре и мифах русалки – это человекоподобные, то есть антропоморфные существа. Внешне иногда могут и не отличаться от людей, но чаще всего имеют похожий на рыбий хвост, ведут водный или полуводный образ жизни. По поверьям восточных славян, русалки по преимуществу – это обычные женщины или чаще девушки-утопленницы, обычно с очень длинными волосами. А вот в Западной Европе – это типичные антропоморфные существа – женщины с рыбьими хвостами. Детальное описание и изображение таких существ во многом сходятся, начиная с описаний данных ещё Аристотелем. Типичная русалка обладает бинокулярным зрением, её глаза находятся не по разные стороны головы, как, например, у лошади, а смотрят в одну сторону, как у человека и всех приматов. У русалки есть и характерный для человека противопоставленный остальным пальцем большой палец, что позволяет захватывать орудия труда. Римские дворяне публично утверждали, что видели в Гадетанском океане морских людей, чей облик во многом схож с видом обычного человека, отмечал Себастьян Мюнстер. Космография или описание всего света. Базель, 1628 год. Кентавры. Впервые информация об этих звероподобных людях начала появляться в Древней Греции примерно с середины 8 века до н.э., то есть на целый век раньше, чем информация о сатирах. В Илиаде Гомер называет этих существ фуриями, то есть зверями, а само слово кентавр появляется только у Пендара, древнегреческого поэта, около 438 года до н.э. Теперь о киноцефалах или кинокефалов, собак головых людях. Киноцефалы, по описанию древнегреческих историков и писателей Гесиода, Геродота, Мегасфена, Плиния Старшего и, в первую очередь, жившего в V веке до н.э. Ктезия, жили в Индии, Ливии, Эфиопии и Скифии. Семиродоский в IV-III годах до н.э. писал И увидел я знаменитое племя людей полупсов, у коих поверх крепких плеч выросла пёся-голова с наисильнейшими челюстями. У них, как и у псов, лай и вовсе не знают они славную именем речь других смертных. Согласно свидетельским показаниям, голова у кинокефалов была собачья, а всё остальное тело, как у человека. Они пользовались инструментами и оружием, а также носили одежду. О кинокефалах упоминают древнеиндийские, китайские, египетские, персидские, римские, византийские и даже русские предания и авторы. В древнем Китае кинокефалы назывались племенем пси-головьих или людьми мяо. Александр Македонский встретил их на пути к побережью возле Гидразийской пустыни, а Марко Поло говорил, что они населяли побережье Индийского океана. Составитель жития святого Макария Великого в IV веке писал, что племя кинокефалов обитало в пустыне далеко за пределами Сирии, а византийский историк Цесис называл их жителями Индии. И последнее Химеры. Они же Кинары, Кимнары, Гаруды, Кимпуруши, Гухьяки, Сирены, Сфинксы, Дакини, Рогини, Супарны. Полулюди-полуживотные, полулюди-полуптицы или полуживотные-полуптицы. То есть Химеры. Это нечто среднее между людьми, животными и птицами. Описание Химер, как и других мутантов, напоминает результат генетического эксперимента, скрещивание людей и животных в далеком прошлом. Но кто же мог все это сделать в древности? Изображение богов с головами зверей и человеческими телами встречается у разных народов. Совместно австрало-американской экспедиции, изучавшей наскальные рисунки первобытных людей в Австралии и Южной Африке было обнаружено более 5000 изображений каменного века, среди которых встречаются наброски полулюдей-полуживотных с туловищем коня и головой человека или с головой быка и человеческим торсом. Рисунки этих неведомых созданий сделаны не менее чем 32 тысячи лет назад. Антрополог из Кембриджа Кристофер Чиппендейл и историк из Сиднея Пол Такан, изучавший древние иероглифы, пришли к твердому выводу, что первобытные художники рисовали загадочных существ с натуры, то есть изображали то, что видели собственными глазами. Примечательно, что доисторические австралийцы и африканцы, обитавшие на разных континентах, украшали свои пещеры рисунками одних и тех же существ. Особенно, однако, удивительно то, что в Австралии ученые нашли изображение кентавров. Достоверно известно, что лошади на этом отдаленном материке никогда не водились. Как удалось австралийским аборигенам изобразить коня с торсом человека? Остается загадкой. Не исключено, что в незапамятные времена на нашей планете жили гибриды людей и животных. И отнюдь не исключено, считают уфологи, что эти загадочные существа – результат генетических экспериментов. Создававшиеся в пробирке гибриды, или по крайней мере многие из них, были разумными. Например, бог тот в Египте, который заброшался с головой Ибиса или Павиана. Он считался у египтян выдающимся ученым. Легенды рассказывают, что люди-кони пришли в Грецию с гор, но из-за непомерной тяги к спиртному были изгнаны из Эллады людьми. Гибриды человека, зверя или животных, наделенные разумом, могли быть своего рода обслуживающим персоналом и выполнять некоторые хозяйственные функции. В Египте, около селения Дейр-эль-Медина, был открыт поселок строителей Фиванского некрополя. Среди них были песцы и художники, расписывавшие стены гробниц. При раскопках обнаружено около пяти тысяч рисунков, изображающих сцены и жизни египтян. Многие из них ставят ученых в тупик. Например, на египетском папирусе, хранящемся в британском музее, шакалы, которые стерегут коз. Оба пастуха идут на задних лапах, несут за спинами корзинки. Шествие замыкает шакал, играющий на флейте. Впереди всей группы выступает на задних лапах кот и погоняет хворостинкой гусей. На другом рисунке изображен даже шахматный турнир между львом и газелью. Они сидят в креслах перед доской. Ну, в общем, вы поняли. Анубис, верования в древних египтян, первоначально бог смерти, покровитель мертвых, а также некрополей, погребальных обрядов и бальзамирования обычно изображался в облике человека с головой шакала. О людях с собачьими или шакальными головами, как о реальных существах, писал Плиний, Павел Диакон, Марко Поло, Адам Бременский. Кстати, в марте 2000 года появилось сообщение о том, что в Индии в одной из больниц города Палачи родилась русалка, девочка с рыбьим хвостом вместо ног. Прожила она очень недолго. Ее тело было передано в одно из медицинских учреждений для изучения. Также в марте 2001 года информационное агентство Ананова сообщило, что в Индии, неподалеку от городка Парапанангаде, у обычной овечки родился странный детеныш. В необычного ягненка на теле не было шерсти, а нос, глаза, рот, язык и зубы были похожи на человеческие. Причем вся его мордочка в целом напоминала лицо лысого мужчины в темных солнцезащитных очках. Мутант Элегибри прожил всего несколько часов после рождения. Вот такие интересные вещи, друзья, происходят прямо на нашей планете. Пишите свое мнение на этот счет в комментариях, также ставьте пальцы вверх, если видео вам понравилось, и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok